МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что заставило вас приехать в нашу страну, с которой воюет ваша страна? Ну, тогда еще... Я первый раз проживала в начале 2014 года. Тогда уже произошла на акте Крыма. Была такая акция Марш мира, когда несколько российских активистов, журналистов приехали в Украину и разъехались по разным городам, чтобы посмотреть все своими глазами, развеять мифы российской пропаганды, которые уже активно внедрялись. И первый раз я увидела, насколько врет российская пропаганда. И далее я уже приезжала и позже осталась в Украине, чтобы показывать иную правду. И тогда у вас возникла идея с волонтерской миссией? Ну, эта идея возникла позже. Наверное, я к этому подвигла съемки в зоне АТО. Когда, например, самый известный мой ролик, это «Ночь в АТО», когда я брала интервью бойца, и в кадр пролетел снаряд. Но тогда, слава богу, никто не погиб. Бойца контузило. Все, можно сказать, чудом остались живы. И пролетело несколько снарядов вокруг. Это были 152-миллиметровые снаряды, на самом деле. И было достаточно тяжело. И позже, когда я уже постепенно стала заниматься волонтерской деятельностью, я старалась именно помогать, в большей части по медицине, чтобы как можно больше числа бойцов доезжало в госпитале и оставались живыми. И второй вид моей деятельности, когда я старалась показать людям правду, я увидела, что людям не хватает украинских источников информации на Донбассе. Неоднократно они обращались и спрашивали, когда же наконец восстановить вещание украинских каналов. Я решила развозить газеты, потому что это было в моих силах. И вначале это были спецвыпуски для жителей Донбасса, которые при поддержке Министерства информационной политики выпускались. Также областные газеты вести Донбасса. А сейчас я еще стараюсь развозить всю украинскую газету в день. И я собираю деньги на печать этой газеты в зоне АТО. Это символическая сумма гривны за газету. А вот расскажите, как вам вообще пришла эта идея, почему вы решили развозить газеты. И самое интересное, как люди воспринимают на протяжении трех лет, как менялось их поведение и мышление, когда вы вручали им эту газету? Ну, идея возникла, как я уже рассказала, в тот момент, когда ко мне неоднократно обращались местные жители с вопросом, когда же восстановят вещание украинских каналов. Ну, вначале люди с трудом брали газету, некоторые там отказывались. Ну, мы в основном по магазинам распространяем, некоторые магазины отказываются. Но потом люди, получая газеты еженедельно, потому что это системная работа, каждую неделю новый выпуск развозится, люди просто стали читать газеты, интересоваться. И сейчас они даже иногда обижаются, что вы долго не перевозите газеты. Ну, то есть они... Также вот расскажите о вашей акции по сбору книг на украинском языке для жителей Донбасса. Вот сколько книг вы собрали за все время нахождения в АТО? Я еще продолжу про газету «День». Ну, то есть я, можно сказать, я решила развить газету «День», потому что это все украинское издание на украинском языке. То есть я стараюсь развить газеты на украинском языке. И люди воспринимают украинский язык, знают его на Донбассе. А люди чувствуют, что они действительно находятся в Украине, что вот Украина о них беспокоится? Можно сказать, что получая газету в руки, все украинцы, которые читают также в Киеве, в других городах, они ощущают связь с Украиной. Ну, не только поэтому, но и также они получают помощь и прочее. Это как бы ментальная связь с Украиной. И что я хотела добавить... Да, сейчас я... Продолжайте, если про газету есть что-то еще, говорите. Если я продолжаю сбор денег на печать газет в мае, то есть вы можете заходить в Facebook, на мои страницы. Насколько я понял, более 50% меценантской помощи, которая поступает вам на печать газет, на сбор книг, поступает в рублях российских. На печать газет приходит сумма около 50% в рублях. На книги мы не собираем деньги, мы просто собираем книги, которые люди заказывают в интернет-магазинах. И в том числе я знаю, что из-за рубежа люди тоже заказывают в интернет-магазинах, помогают именно украинским префродовым школам. То есть вот средства, которые вам перечисляются, более 50% это граждане Российской Федерации? Ну да, примерно. А почему они вот так поступают? Потому что вот как они это обосновывают? Ну, на самом деле, в России еще есть люди, понимающие ситуации при общем имперском маразме и пропаганде. Ну, они хотят как-то помочь, но они не могут в России бороться, то есть потому что их немного. И, может быть, они хотят помочь бороться с футинской пропагандой через мои проекты пытаются спасти жизнь тех, на кого нападает Россия. А вы знаете тех людей лично или же они в основном анонимны? Кого-то знаю, но в основном это люди мне незнакомые. Давайте расскажете о вашей акции по сбору книг на украинском языке для жителей Донбасса. Вот сколько книг вы уже собрали за все время? Откуда они к вам поступают? За все время, даже сложно сосчитать, но это несколько, наверное, пару тысяч книг собраны. Приходили книги из разных городов Украины, из Одессы, из Киева, из Ивано-Франковской, даже из Донецкой области, из Доброполья, и помогали людям, то есть, ну, вообще из множества разных городов, из любого. Но больше всего книг приходило как раз по интернету, из людей, то есть, по интернету, от людей из рубежа. Хорошо, давайте, вот вы планируете выучить, например, украинский язык? Вы столько книг уже отдали, подарили, то есть, в прифронтовые города. Планируете ли вы все-таки выучить украинский язык? Планирую. Ну, по мере сил возможности, потому что, на самом деле, время очень мало, особо на время. Вот вы боретесь с путинской пропагандой в Украине, а вот в России есть круг людей, которые ждут от вас правдивой информации из Украины? Ну, я думаю, сложно переубедить людей, кто уже подвержен пропаганде, но есть люди, которые ищут источники информации, правдивые, и им это нужно, то есть, именно, как бы, эти правдивые репортажи. У вас есть еще проекты медицинские, то есть, лекарства и помощь раненым. Расскажите поподробнее об этом. В основном, я ремонтирую машины скорой помощи, которые, они не на балансе, то есть, и они были, например, ранее переданы волонтерами, и сейчас, как бы, они в таком состоянии, что им нужен ремонт. Сколько же автомобилей вы отремонтировали, сколько спасли таким образом жизни? Честно говоря, не считала, ну, это уже десятки машин. Сколько я понимаю, вы же не одна, вот, занимаетесь волонтерской деятельностью. Расскажите о вашей команде. Команда небольшая, но активно сейчас, в последнее время, помогает российский журналист, военный писатель, Ашкадий Бабченко, он репостит в Фейсбуке мои сборы, именно, тоже помогает подключать, в том числе, и россиян к помощи. У вас, насколько я вижу, есть награда, расскажите о ней, что это за награда, когда вы ее получили, от кого? Это почетный знак за помощь сборным силам Украины, от Муженко, за подпись Муженко, то есть, от Министерства обороны. А когда получили? Это было в декабре, ну, там был, по-моему, как раз день ДСУ, день волонтера в эти дни. А что вы планируете делать, когда война закончится? Ну, пока особо не планирую ничего, потому что главное дожить до конца войны, и, на самом деле, проектов, и проблем на Донбассе еще много. То есть, что, чем будет помогать? А выйдет ли ваша книга или, например, фильм? Ну, съемки, возможно, будут использованы в фильме, но я еще, как бы, не планирую в ближайшее время, я думаю, это будет позже. Анна, спасибо большое за то, что пришли к нам в студию, а напомню, что гостью программы «Лицам к лицу» была волонтер и журналист Анна Домбровская. Меня зовут Тимофей Левутин, до встречи на телеканале UATV. Редактор субтитров А.Семкин